Я только что приехала с моря. Сейчас, ребяточки, нахожусь в городе Павловск, Воронежской области. Сегодня 15 ноября. Температура воздуха 6 градусов, пока еще плюс 6. Пришло время открывать купальный сезон. Открывать я его буду прямо здесь, в этой реке Дон. Что изменилось здесь? Здесь сделали красивую набережную многоярусную. Там есть раздевалочки, можно переодеться. Очень красиво тут, так что погнали. С июля 1942 года по январь 1943 года по реке Дон, старое название Стародонии, у города Павловск проходила линия фронта. Успеть искупаться надо до дождя. Через час, говорят, начнется дождь. В дождь не очень прикольно купаться. Здесь даже есть специальные лежаки. И раздевалки с дополнительными дверцами. Вчера, братцы, я закрыла летний сезон купания на море. И сегодня, 15 ноября, я открываю зимний сезон купания. Нахожусь я в городе Павловск, Воронежской области. И сейчас, в общем, начинается процесс. Заходить нужно постепенно. Сначала нужно зайти по пояс, потом восстановить дыхание. Как только дыхание восстановится, нужно будет окунуть себя по шейку. То есть, все должно быть постепенно. Когда вы тоже, опять же, восстанавливаете дыхание, можно уже окунаться. Пошли. На улице 6 градусов тепла. Плюс 6. Пока еще. В общем, сначала по поясу. Ну, у меня есть такая особенность. У меня никогда не захватывает дыхание, когда я опускаюсь по поясу. Погружаюсь в воду. Захватывает дыхание у меня начинается только, когда я сошу в душевую. Я думаю, это самый сложный момент. Желательно при опускании тела в ледяную воду руки держать наверху. Потому что, если их сразу опустить, то процесс плавания завершится сразу же. Потому что, ну, начнет ломить руки. Кровь начнет оттекать от конечностей и согревать внутренние органы. Точнее, защищать их. Вот. Сейчас немножечко так холодит ножки. Прям холодит. Холодит. Что, садится уже, да? Да? Не хочу. Я, может, так постою 15 минут и вылезу. Нужно дождаться такого момента, когда начнется трясун. Но лучше погрузить свое тело полностью в холодную воду. Так, давай. Господи, помоги. Так и креститься начну. Раз, два, три. А, кстати, в этот момент, когда погружаешься по шею, рыба. Появляются такие, знаете, вокальные нотки высокие. Как у оперного певца. Посмотрим, появятся они у меня сейчас или нет. В море они не появлялись. Я бы не с 16 градусов. Я хочу уже начинать трясти. Раз, два, три. Бабка сеяла горох и сказала громко. Главное, чтобы не плохо сказала. Раз, два, три. Можно поорать. Ну, так, чуть-чуть волнительно. Нет, рано еще. Подожди, мне еще надо нырнуть с головой. Ну, в общем, здесь нужно посидеть подольше, чтобы начался вот такой трясун. А я пойду, наверное, нырять. Ох, братцы. Ну, давайте, нырнем. Потому что, если не нырнуть, в купание вообще можно в мусорный ящик выбрасывать. Самое главное, это голова. Ее нужно охладить. Это как термометр здоровья. Туда? Туда? Сюда? Тело вообще, на самом деле, должно покраснеть. Вот сейчас, когда я выйду, оно будет такое, легкое покрасневшее. Потому что это легко орнуть. Красота. Я думаю, на первый раз хватит. А теперь, самое главное, переодеться в сухую одежду. Вот, желательно иметь здесь какой-нибудь, ну, халатик. У меня пока только полотенце. О, слушай, прям кожу всю стягивает, прям тянет, тянет. Видите, какая кожа у меня? Синички появились, да? О, прям стягивает кожу. Ой, че. Все. Надо протираться. И переодеваться. Синички появились. Спасибо. Спасибо.